Тимка! Да что ж такое-то? Куда он меня позвал-то вообще? Тимка, ты где? Куда тут идти-то? Тут главное ещё, я не понимаю почему, я не креатив не могу включить, нифига ничего не работает. О, друзья, кстати, приём-приём, на связи Шедиман, сейчас буквально секундочку, погодите, я... А, господи, вот оно, походу, это место, тут просто среди этих всех деревьев ничего не видно, честное слово. А, вон он где, Тимка! Ой, Шедди, а ты чё так долго-то? Я тебя тут сколько ждать-то уже буду? Ты мне сегодня дерево построишь? Ну, в смысле, это дом на дереве. Я построил, но ты не мог другое место найти, почему тут креатив-то нигде не включается, я даже подлететь посмотреть не мог. Так я специально сделал, что он только здесь, можно его подрубить. А, понятно, сейчас подрублю. А чё тут, ты же записываешь видео-то? А, да, кстати, ё-моё. Друзья, вот теперь точно, приём-приём, на связи Шедиман, и добро пожаловать в новый видеоролик. Сегодня я вам покажу, как можно в Майнкрафте, конечно, только с модами, маленькая говорочка, построить прикольный дом на дереве, и главное, его сделать замаскированным и максимально незаметным. И строить этот дом сегодня мы будем для Тимки. Так что, друзья, предлагаю начинать. Ну, вообще, знаете, все говорят про экологию, то, что вот нужно сажать деревья на нашей планете. И я вот подумал, давайте представим то, что каждый лайк это плюс одно посаженное дерево на нашей планете. Давайте наберём этих лайков просто огромное количество, и чтобы на нашей планете всё было отлично. Да, друзья, и, конечно, не забывайте подписываться на канал, и переходите в закрытый секретный телеграм-канал мой. Вот, и если что, все также мерчи, да, которые совсем недавно появились, они в описании. О, кстати, Шэдди, мерчи я уже заказал у тебя. Эм, ну, прикольно, сейчас через пару дней придёт. Ну что, я начинаю? Давай, да, всё, не отвлекаю. Итак, друзья, в общем, приступаем к строительству нашего замечательного дерева. И первое, что нужно сделать, это... Я думал построить либо комнату, либо залаз на комнату. Я думаю то, что я начну, ребята, с залаза, потому что для этого мне потребуется специальный блок. Во-первых, вот такой вот гост-блок, то есть призрачный, через который можно проходить насквозь. А во-вторых, мне потребуются вот такие вот секретные ступени. Так что давайте начинать. Мы делаем с вами подъём, который будет незаметным и абсолютно беспалевным. Ставим ступени. Так, только не так. Так, нижний блок нужно поставить так же, как мы хотим, чтобы стояли ступени. Мы поднимаемся. Далее ставим ещё такой же блок. И чтобы не упираться головой, мы всё ломаем. Далее мы проделываем ту же самую операцию, друзья, в этом месте. Тут ломаем, нас поднимает. То же самое делаем так же снова вот в этом месте. И получается постепенно мы с вами поднимаемся всё выше и выше. Так, и нужно сделать то же самое ещё и здесь. Так, только давайте опустимся. Поставим, получается, ступени. Здесь мы всё это дело сломаем. Так, раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Что я сделал? Погодите, ребят, что-то фигню какую-то сделал. Так, вот так ставим. Всё, теперь это работает. Точно, хотелось... А, ё-май, надо головой-то блок не сломал. Да, ну я даю, конечно. И мы в итоге оказываемся с вами, ребят, вот в этом месте. Ну и теперь нам нужно заградить полностью весь оставшийся залаз. Давайте сделаем это немного попозже. Так, здесь же у нас уже будет подъём в нашу комнату на дереве. И давайте сделаем её как можно больше. Возможно, всё-таки нам придётся так же сделать надстройку из листвы. Потому что дерево может сейчас либо начать осыпаться, либо, вот как я и сказал, да, придётся делать надстройку, потому что просто места маловато. Но ничего страшного, в любом случае можно взять ножнички, если бы мы даже были в выживании, и всё это дело поставить. Так, а листва, она получается что-то? Ты будешь пропадать, что ли? О, ребята, тяжело. Получается, нам придётся ставить вот эти вот брёвна для того, чтобы ничего не пропадало. Так, ладно, ничего страшного, что-нибудь с этим придумаем. В общем, так, стойте, что я хотел сделать-то? Давайте сделаем, во-первых, комнату побольше, потому что всё-таки места здесь маловато. Сломаем немного листвы в этом месте, поставим её здесь, и, наверное, листвы сломаем и в этом месте. А потом, если мы даже захотим сделать несколько комнат на нашем дереве, то нам ничего с вами не мешает эти перегородки сделать уже в самом конце. Так, тут мы, получается, листву поднимаем. Так, давайте здесь тоже сделаем вот такой вот ободочек. Так, далее мы повторяем ту же самую операцию в этом месте. Так, и получается что-то типа вот такого. Так, ну и, конечно, внешний вид дерева можно немножко попозже тоже видоизменить, чтобы он был более прикольный. Так, ну и самое главное, чтобы у нас стояла правильная, ребят, графика, чтобы листва насквозь не просвечивалась. Вот, иначе, если листва хотят, да, получается, если кто-то вкручит просвечивающую листву, то домик получится чуть-чуть палевным. Ну, ладно, представим то, что тут огромное количество таких деревьев, и всё будет окей. Так, давайте сверху тоже листвы добавим немножечко, а то как-то пустовато получается. Так, вуаля, и всё готово. И, кстати, по-моему, уже даже ничего не осыпается. Так, ну что ж, давайте попробуем. Мы с вами поднимаемся. Оказываемся здесь, и здесь мы немножечко упираемся. Можем сделать вот такую вот ступеньку. А, наверное, чтобы было даже ещё всё более совершенно. Так, нам нужно только, чтобы она правильно поставилась. Так, сейчас главное только не запутаться здесь со всеми этими блоками. Так, ставим вот так, и ступеньку вот так. Всё, великолепно. Теперь можно спокойно залезать. Ну и, наверное, для полноты картины можно ещё и... Ничего страшного, думаю, что если оно будет так повёрнуто немного. Хотя, как-то не эстетично, что ли, получается. Давайте, раз уж мы делаем всё идеально, то давайте здесь последнюю ступеньку тоже сделаем идеально. Всё. Так, здесь можно сломать. Здесь можно и оставить, потому что мы будем это маскировать всё. Так, ну и получается у нас что-то типа вот такого. Давайте, раз уж мы тут вот эти брёвнышки везде ставим, сделаем что-то типа ободка. Вот. И получается вот такой прикольный залаз у нас уже. Ну что, мы оказываемся в помещении. И, на самом деле, знаете, тут как-то тесновато. Плюс, наверное, можно всё-таки сделать его более квадратным, что ли. Либо же, слушайте, погодите, а что если наоборот сделать что-то типа вот такого? Чтобы было всё-таки ощущение того, что у нас домик на дереве. Вот, а крышу, один блок, я думаю, то, что толщину можно всё-таки увеличить. Да, давайте это сделаем. Так, немножко с этой стороны уголочек здесь огибаем. И всё оставшую листву по центру мы замечательным образом просто-напросто сносим. Раз, два, три. Получается как-то так. И остаётся только добавить вот всю эту листву. Так, здесь, немножко здесь. И получается уже вот такой вот видок у нас. Так, и, думаю, самое время теперь, ребят, замаскрывать нашу лестницу. Как же это будет? Мы с вами, как я и говорил, будем использовать вот эти вот призрачные блоки. Мы их ставим вот подобным таким образом. И главное только, ребята, запомнить, где у нас залаз находится. Он находится здесь, потому что если мы будем подходить отсюда и отсюда, то мы залезть не сможем. Тимка, ты запоминаешь? Конечно, да, запоминай. Я туда, может быть, что-то поставлю, типа, либо цветочек. Ну, по типу опознавательного знака. Да, кстати, отличная идея. Можно действительно так и сделать. Так, ну и, ребят, мы, получается, поднимаемся. Вот так. Нигде ничего не видно. Тут можно тоже поставить брёвнышко. И теперь, давайте ещё раз убедимся. С улицы нигде ничего не палится. Получается как-то вот так. Всё, ну, всё оставшееся. Можно даже ещё больше вот так поставить брёвен. Всё, ребят, и теперь чисто внешне здесь не прикопаться ни к чему. Теперь самое время приходить к интерьеру нашего дерева, нашего секретного дома на дереве. Ну что же, мы оказываемся внутри. У нас имеется вот такое здоровенное помещение. И давайте здесь придумаем что-то прикольное. Так, к примеру... Так, мы, получается, поднимаемся отсюда. Можно... Хотя нет, знаете, если делать, ну, типа, какой-то заборчик, это займёт очень много места. Да и вообще, в идеале нужно начать, наверное, с окон. Так, я и думал, что оно так и будет, ребят. Вот это будет прям... Хотя, знаете, у нас же нет прям цели сделать максимально беспалевно. Да, может быть, какие-то вот такие детали и будут, но... Просто как по мне... Это прикольно. Это смотрится реально очень круто. Так, только теперь давайте эти окна везде по центру разметим со всех четырёх сторон. Так, получается, здесь, здесь, здесь и здесь. Так, закрываем. Потом поднимемся снова по стволу дерева. Так, немного не туда поставили. Отлично. С этой стороны сверху маскируем. И с этой стороны здесь тоже маскируем. Можно было бы, конечно, может быть, даже взять вот такие вот стеклянные панели. Но... Тоже смотрится прикольно. Но давайте будем сохранять дерево, пытаться максимально деревом. И при этом, чтобы внутри ты мог смотреть ещё и наружу. Так, поднимаемся. Пум-пум-пум-пум. Мы находимся на месте, ребята. И получается уже вот так. Уже получается намного-намного интереснее. Так, ну что, погнали обустраивать всё это пространство. Думаю, как можно это всё сделать. Давайте начнём, наверное, с чего? С кровати. С того места, где можно будет поспать. Я, наверное, всё-таки не буду делать её зелёного цвета. Потому что всё очень сильно будет сливаться. Так, ну и... Хм... Так, как бы это сделать? С одной стороны, конечно, это плюс вот эти перегородки. Красиво смотрится. Ровно всё. Классно. С другой стороны, как-то... Как будто и не поставишь ничего нормально. В общем... Хм... Нужно ещё и пространство всё получается. Короче, придумаем. Ладно, погнали. Ага. Всё, ребят, самое интересное. Да, у нас тут нифига ничего не поставится. Так, ну таким образом тогда... Пам-пам. Интересная история. Намечается. Хорошо. Кровать пока что отложим. Потом для неё что-нибудь придумаем. Начнём с другого интерьера. У нас тут будет находиться стол. Также можно поставить офисный стул, на котором мы будем сидеть на этой секретной базе. Вот его, кстати... Нет, давайте всё-таки будем вот такого цвета делать. К примеру, у нас тут есть вот такой замечательный стульчик, где можно в компуктер поиграть. Давайте также поставим, конечно, сам компуктер. Потому что мы будем играть в компуктер без компуктера. Так, вот сюда. Монитор. Системный блок, который даёт, кстати, ещё и освещение. Всё. Например, тут мы можем поиграть во что-нибудь. Далее можно поставить вот такие вот книжные полки, чтобы справа у нас всё это находилось. А ещё, кстати... Нет, это, наверное, лишнее будет. Не будем это делать. Короче, уголочек у нас вот такой небольшой готов. Достаточно прикольный. Далее. Что можно сделать? Надо сделать, наверное, что-то типа... Знаете, нам нужен туалет так-то на этой базе. С другой стороны, если наш секретный дом находится в лесу, можно и в лес ходить как бы, да. Вот такая вот история. Короче, ладно, давайте пока без туалета. Давайте сделаем теперь кухню. Для того, чтобы можно было готовить, складывать еду и так далее. Вытяжка, плита, конфорки. Потом нам понадобится, получается, обязательно раковина с краном и, наверное, холодильничек. И мы их поставим уже, наверное, где-нибудь... Хм... Сзади либо здесь. Давайте вот здесь поставим. Да. Раковина будет у нас прямо напротив окна. Можно будет мыть посуду и наслаждаться лесным видом. Вытяжка. И получается как-то вот так. Маленькая небольшая кухня. Сюда можно что-то еще добавить. Сюда, кстати, можно добавить, если это база для одного, то вот такой вот мини-столик. Давайте его сделаем под цвет прямо компьютерного стола. Вот. И поставим также еще стул. Не компьютерный уже, ребята, получается обычный. Чуть не сказал компьютерный. Какой-нибудь вот такой. Так, темный не хочу. Хочу какой-нибудь посветлее, к примеру, наверное. Во, вот такой. Во, ребят. То есть мы тут все это приготовили, помыли, сели, покушали. Не будем тут особо вот так сильно расставлять, потому что все-таки место на нашем домике на дереве очень сильно ограничено. И так, кухня есть, место, где можно поиграть у нас есть. Далее теперь все-таки, ребята, придется вернуться к вопросу о том, где же мы будем спать. Раз уж у нас все идет оранжево, давайте будем использовать оранжевую кровать. И мы поднимаемся здесь. Если кровать будет стоять прямо перед носом, это будет не круто. Предлагаю тогда поставить что-то типа бревен сюда, что ли. Да, придется сделать, ребята, так. Как бы это, наверное, не очень круто не выглядело, но придется ставить что-то типа вот такого. Все, кровать, где можно поспать, у нас тоже имеется. Что дальше? Да, можно поставить еще одну книжную полку и поставить здесь телевизор. Да, ребята, давайте телек поставим. Можно будет лежать. Хотя, на самом деле, отсюда можно вот так, бац, спокойно легли и что-нибудь на компе включить. Но это далековато. Так что телек у нас будет находиться все-таки здесь. И он у нас будет. Так, ну и, наверное, ребята, надо сделать какие-то склады. Можно поставить вот такие вот ящики, сундуки, в которых будет что-то храниться. Ну и, наконец, хочется закрыть вот это посередине, вот это все дело. Так, и я думаю, что я сделаю это с помощью коричневого ковра, который здесь, по-моему, очень круто сочетается с самой древесиной. Вот, сделать что-то типа вот такого. И мне, на самом деле, не особо нравится, как это все вот здесь выглядит. А что если мы с вами сделаем вот так? Смотрите. То есть, вот здесь отверстие, я думаю, то, что можно... Хотя... Слушайте, давайте проэкспериментируем. Например, вот я выхожу. А нет, слушайте, прям получается очень-очень круто. То есть мы тут... Так, а это у нас... Это у нас ступенька. Ну, ладно, я думаю, ребят, давайте все-таки сделаем вот так. Я думаю, ничего страшного не будет, если в конце придется все-таки подпрыгнуть самому, а не идти по ступеньке. Вот, зато у нас есть вот такие вот прикольные, так скажем, люки. Вот. И это смотрится как-то примерно вот так. Да, может быть, немножечко неровно тут, но, опять же, это дом на дереве. Тут очень ограниченное пространство. Так, ну и с туалетом, ребят, все-таки вопрос остается открытым. Походу, туалета у нас с вами здесь, к сожалению, не будет. Хотя, я понимаю то, что можно, например, взять унитаз и поставить просто вот так, но это, наверное, все-таки будет не очень круто. Так, и, конечно, кстати, вот что надо еще сделать. Точно. Ребят, надо сделать вот такой стеллаж с одеждой. Во. Только давайте не такой, наверное, шкафчик сделаем, а сделаем шкаф вот такой. Чуть потемнее, и при этом, чтобы его можно было открывать-закрывать. Во. Вот так намного лучше уже, по-моему. Ну и у нас еще одного, и атрибута здесь нет, который покажется, на самом деле, может быть, странным, но он есть, по-моему, вообще у каждого. У нас нет зеркала. Зеркало мы можем вот сюда поставить. Вот. Сундучки немножко подрезать, и получится что-то типа вот такого. Как по мне, прям очень-очень круто. Тимка, залезай, смотри, что получилось. Ну как тебе? Вот это вообще офигенный дом. Эх, жалко, только действительно туалета нет. А так, конечно, домик получился то, что надо. Ну, с туалетом, опять же, повторюсь, тут можно и унитаз, как я и говорил, поставить и здесь, но все же, мне кажется, вот так оно смотрится получше, так что будешь в лес бегать. Ох, ну спасибо тебе, Шеди. Да не за что. Так, друзья, ну что же, давайте теперь в режиме, так скажем, выживания пройдем, посмотрим, как все это будет работать. Тут люки закрываем, кстати, тут у нас даже вот такое пространство есть, прямо под люками. То есть мы прям тут можем реально постоять. Вот, не знаю только зачем, но можем. Ну что, друзья, смотрите, к примеру, вот я бегу. Да, опять же, я понимаю, ребят, то, что дерево стоит посередине, все видно, но представим то, что этих деревьев очень много именно вот таких. И тут все везде этими деревьями заросло. То есть даже отсюда вот эту листву особо не видно. Получилось очень прикольно, через листики, как будто бы смотришь, но на самом деле там стекло. Короче, иду я такой, знаю то, что у меня тут находится секретная база. Такой бац, посмотрел налево, посмотрел направо, нигде никого нет. Такой подошел, опачки, полез, 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 и нахожусь уже внутри. И все это дело закрываю, посижу, немножко поебраю за компьютером, потом, например, захотелось покушать, что-нибудь приготовил, взял, посидел, поел, устал, например, ночь, все, лег, поспал и тому подобное. Вот, друзья, в общем, как-то так получилось. Надеюсь, что вам этот домик секретный на дереве понравился. Ну, а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем видеоролике, и получается, всем пока-пока.